Смотрите, у него как будто лицо страшное, да? Смотрите. Два глаза и такой рот. Ааа, критит, офигеть. Ряд элементов данной игры может показаться насильственным и жестоким. Игра содержит сцены насилия и садизма. Не рекомендуется людям с заболеваниями сердца. Хей-хей, здорово, народ, какие дела? С вами Сергей Халье, вы смотрите канал Хейлплей. Надеюсь, у вас отличное расположение духа и прекрасное настроение. Потому что мы с вами сегодня посмотрим на атмосферный point-and-click хоррор под названием Detention. Где нам обещают сцены садизма, насилия и прочие азиатские страсти. Но перед тем, как начать, конечно же, бро-чай. За ваше здоровье. Ну и мы с вами начинаем. Стоит сразу отметить, игра выполнена в очень оригинальной стилистике, которая подойдет извращугам, таким как я. Поэтому наслаждайтесь. Класс дальнейший материал очень важен. Будьте внимательны, он войдет в итоговый экзамен. В указанный период ряд мест местных военачальников. В указанный период ряд... Что? Может быть я неправильно немного прочитал, но... Затем президент начал северный поход, который... Глядите, инструктор Бай. Мисс Инь, можно вас на пару слов? Хорошо, класс. Сделаем небольшой перерыв. Мисс Инь, вы когда-нибудь видели этот список? Я так понимаю, это наш главный герой. Я что, уснул? Куда все подевались? Как так вышло, что тут никого нет? Штормовое предупреждение? В это время года не должно быть тайфунов. Что произошло? Ну и, судя по всему, мы сейчас будем выяснять, что произошло. Ну, я думаю, вы уже немножечко смогли прочувствовать, друзья, стилистику этой игры. В общем, будет офигительно, как мне кажется. Я вообще обожаю такие игры. Поэтому предлагаю все же насладиться ими. А, давайте, тут есть какая-то записка. На столе лежит записка. Добавлено в журнал. Куда ушла Мисс Инь? Кто бы не составил эту записку, он явно волновался за Мисс Инь. В последнее время Мисс Инь часто берет больничный. Это странно. И не говори, терпеть не могу тех, кого присылают ей на замену. А, и не говори, терпеть не могу тех, кого присылают ей на замену. Понятно. На самом деле, у гимна нашей школы вполне приличная мелодия. А вот текст воспринимается лишь как патриотическая повестка. Первым делом нас заставляют выучить школьные девисы правила. Будь честен, будь храбр. Будь верен, будь скромен. Эти постулаты, которые придумал наш директор, Мистер Шэнь, вдалбливают в наши головы, чтобы навязать моральные ценности. Ха, интересненько. Положу ее в свой блокнот. Так, понятно. В общем, класс испарился. Все, конечно, похоже на то, что мы как бы с вами уснули. Как будто бы. Эти... Это информационный стенд. Каникулы. Единственное, за чем я слежу. На календаре отмечены опросы, промежуточные и заключительные экзамены. От всего этого у меня голова раскалывается. Снаружи темнеет. Мне нужно идти домой. Итак, друзья, сразу говорю, бежать мы с вами не можем. Можем передвигаться только вот с такой скоростью. Так, ну что-то еще. Это мое место. Столи не шибко удобные, но я к ним уже привык. И надо внимательно все осматривать. Штормовое предупреждение. Вроде пока шла история, погода была замечательной. Давайте выйдем отсюда. А, вот теперь мы начали передвигаться гораздо быстрее, стоит заметить. Так, и мы уже входим в разнообразные помещения. Давайте войдем сюда. Выход находится в другой стороне. Так, понятно, отсюда. Дверь заперта. Опа. На подоконнике лежит клочок бумаги. Набросок старого баньяна. Старый набросок баньяна. Из школьного двора. Под деревом виден чей-то силуэт. Ну вот, судя по всему, это силуэт... Ммм... Какого-то военного, да? Вот очень похоже. Дверь заперта. Так, вниз и можно наверх подняться. Выход находится в другой стороне. Так, вниз. Да, отлично, он находится внизу. Табличка кабинет директора. Кабинет директора закрыт. Смотрите, мертвые цветы. Я не знаю, что тут росло, но все цветы погибли. Кумба с нарциссами. Клумба. Лишь один из них цепляется за жизнь. Что-то торчит из земли. Выкопать? Давай. Старая фотография. Не могу понять, кто изображен на ней. Но тут есть цитата. Корни, растущие под землей, не получают благодарности за питание растущих над землей плодов. Очень, кстати говоря, философская фраза достаточно. О нет, они опустили дверь. Это единственный пульт к центральному выходу. Я должен найти способ открыть эту дверь. Думаю, это пульт управления подъемной дверью. Открыть? Да. Это механическая лебедка. На крышке есть инструкции. Думаю, мне нужен подходящий рычаг. Итак, мне нужно найти рычаг. Хорошо, вот наше первое задание. Я вошел в какой-то класс. Охренеть. Охренеть. Это кровь. Охренеть. Определенно кровь. И мухи. Труп? Господи. Охренеть. Это комбинезон. Это комбинезон весь в грязи. Инструктор Бай просит сообщать обо всех учениках, симпатизирующих коммунистам или подающим признаки измены. Для информаторов предусмотрены щедрые награды. Говорят, иногда там спит мистер Гао. Заперто. Не думаю, что там кто-то есть. Предлагаю, друзья, подняться наверх, потому что мы не были в этой стороне. Ну, вы поняли. Не хочу в туалет. Это туалет. Так, а тут что-то лежит, мы взять не можем. Женский туалет. Мне туда не положено. Какой прилежный. А это наш класс, по-моему, да? А это наш класс. Хорошо, уходим. Я просто решил пробежаться, чтобы посмотреть, может быть, какие-нибудь записочки интересные валяются. Хорошо, давайте вставлять рычаг и на выход. Так, как применять предметы? Рычаг, используемый для управления неким механизмом. А, вот таким образом я вижу описание предмета. Может быть, автоматически? Это механическая лебёшка на крышке. Так, думаю, нужен подходящий рычаг. Ага, да. Автоматически. Перетащите объект из инвентаря, чтобы взаимодействовать с окружением. Перетащите. А, прям вот так вот. А, нет, не автоматически. Окей. Хорошо, мы открыли. Хвала небесам сработала. Не хватало тут застрять. Актовый зал ближе к уровню моря, чем остальные школьные здания. Выход с территории школы и спуск к подножью горы находится за актовым залом. Прикольно сделано, да, так? А, всё, это мы актовый зал посмотрели, я понял. Так, ну пойдёмте в актовый зал. Коротчайший путь домой через актовый зал. Войти? Да. У нас нет другого пути. Нам придётся войти. Опа. Там сидит женщина. Портрет вождя, видимо, за ней. Ага, мы можем играть. Так. Зеркало в полный рост. Как там, интересно, моя рубашка не расправилась? Эм, кто эта девушка? Она спит? Привет. Не отвечает. Наверное, мне надо подняться на сцену. Поднимемся. Тут вот есть, правда, курточка. Давайте осмотрим её. Какой-то мусор и старая военная куртка. Ничего особенного. Привет. Просыпайся, тебе не следует здесь находиться. А? Где я? В актовом зале. Ты спала на сцене. Что? Занятие отменили из-за тайфуна. Тайфуна? Ты первая, кого я встретил по пути из моего класса. Странно, как я тут... Нам нужно идти, уже темнеет. И начинается ливень. Постой. Мой кулон пропал. Что? Ты не видел мой кулон? Кажется, нет. Как же так? Должно быть, я где-то его потеряла. Я не уйду без него. Отлично, нам нужно найти кулон. Странно видеть здесь школьный стул. Он нужен для постановки. Так, и куда она идет? Ха-ха-ха, позовите нашего парня. Пойдемте за ней. Помочь тебе найти кулон? Если тебя не затруднит? Ну, вместе мы точно найдем его быстрее. Тогда спасибо. Как он выглядит? Нефритовый олень на красном шнурке. Давай разделимся и поищем его. Спасибо, я это очень ценю. Так, разделимся, хорошо. Нам не нужно идти за ней. Давайте разделимся, ладненько. Пойдем сюда. Вентилятор. А, вот он. Там что-то есть. Но я не могу дотянуться. Ну, понятно, нам нужна старая вытяжка. Питание вентилятора выключено. Неясный шум доносится с одной шахты. В общем, нам нужно что-то, чтобы это дело зацепить. Что-то, друзья, продолговатое. По крайней мере, мы знаем, где он находится. Флагштоки и таблички. Это барахло используют на школьных собраниях. В корзине лежит зонт. Взять зонт? Да. Получен сломанный зонт. Давайте используем его, чтобы достать кулон. Кулон из белого нефрита в виде оленя. Замечательно. Пойдемте отдадим девушке. Блин, быстренько. Я думал, нам придется гораздо больше бегать с вами. Держи. Это твое украшение? Ты нашел его? Здорово, спасибо. Где оно было? В кладовой комнате. Кажется. Кто-то выкинул его в вентиляцию. Что? Как оно могло там оказаться? Ладно, не важно. Главное, что нашлось. Пойдем домой, пока не ревануло. Конечно. Так, ну и мы типа уходим. Хорошо. А выход, соответственно, налево. Вот здесь выход. Она, конечно, очень... Ого, дождь и зашел с ней на шутку. Древний баньян. Похоже, он рос на горе задолго до того, как тут поселились люди. Смотрите, у него как будто лицо страшное, да? Смотрите. Два глаза и такой рот. А-а-а, крытит. Офигеть. На рисунке тоже было это дерево. Старый баньян. Там был военный... Человек в военной форме. Судя по всему. Говорят, он откололся от... Так, стоп, давайте еще раз. Этот камень здесь уже довольно давно. Говорят, он откололся от небольшого храма на вершине горы. Нифига себе. Он так летел сюда, падал. Это пост безопасности у главных ворот. Похоже, даже охранник ушел домой. А вот и выход с территории школы. Это пост... А, понятно, то же самое говорит. Ясно. Давайте выходим отсюда. Так, понятно, заставочка, можно сказать. Что? Мост обрушился? Не может быть. Потоки крови! Боже! Постой, почему река красная? Похожа на... Как будто бы кровь. Кровь? Не говори так. Прости, я не подумал. В чем же дело? Ладно, давай успокоимся и все обдумаем. Должно ведь... Должно ведь быть... Должно ведь быть разумное объяснение. А... Почему она красная? Даже мутная вода не бывает такого цвета. Ага! Кажется, я понял. Выше по реке расположено несколько фабрик. Похоже, они сбрасывают химические отходы в реку под прикрытием тайфуна. Ты уверен? Я слышал, как люди обсуждали это. Возможно, ты прав. Проблема в том, что без моста нам не перейти на ту сторону. По этому мосту каждый день ходят сотни людей. Его следовало лучше обслуживать. Как по мне, нам стоит вернуться в школу. Нечего нам тут стоять под дождем. Действительно. Не волнуйся, это просто тайфун. В школе достаточно припасов, чтобы пережить бурю. Хорошо. Думаю, я могу тебе довериться. Кажется, ты надежный человек. Я просто пытаюсь быть оптимистичным. Ну что ж, пойдем. Просто охренеть, ребят! Мы же понимаем, что никакие химотходы нифига там нет их. Это кровища! Кровища! Я устала и вся промокла. Что за день? Раздевайся, детка. Просто отдохни, возможно, нам придется провести тут всю ночь. О, подожди. Кажется, я так и не поблагодарила тебя за то, что ты нашел мой кулон. Я Фан Рэй Синь, староста из класса Мисс Инь. Зови меня, Рэй. А ты в каком-в каком-то классе? Значит, ты моя староста. Мисс Фан, меня зовут Уэй Чжун Тин. Обойдемся без формальности. Мне становится не по себе. Зови меня просто, Рэй. Обычно мы не ходим в здание для старост. Я слышал, что там царит дух соперничества, и все готовы волосы на себе рвать ради учебы. Все не так ужасно. Многие из нас продолжают заниматься тем, чем хотят. Завидую, ты скоро выпускаешься. Тебе не придется видеть Го Фона каждый день. Инструктор Бай? Я боюсь его даже полным именем называть. Ходят слухи, что в войну он был безжалостным убийцей. Не рискнул бы сказать, что это при нем. Мы все, мы все его побаиваемся. Мы стараемся по возможности избежать его. Эй, ты, подойди сюда. Ты что-то скрываешь? Ты что, связан с коммунистами? Ого, прям точь-в-точь получилось. У меня аж мурашки по коже. Ах да, не вешай нос. Твой выпускной уже в следующем году. Эх, жизнь эта борьба. Эй, я знаю, чем можно заняться. Я схожу позвонить с того телефона в офисе директора. Посмотрим, смогу ли я с кем-нибудь связаться. Затем я притащу обогреватель со склада и одеяла из медицинского кабинета. До утра нам этого должно хватить. Отличная идея, тебе нужна помощь. Я справлюсь, мисс. Вам стоит отдохнуть. Это мужское дело. Погоди-ка. Не принимай меня за одну из этих избалованных нежных девушек. Между прочим, я поспособнее большинства парней. Прости, я не это имел в виду. Ничего тебе, не стоит извиняться. Я знаю, что ты просто хочешь помочь. Хорошо, а как тебе такое? Я сделаю звонок, а потом мы вместе поищем и принесем все, что нужно. Да, звучит неплохо. Я буду ждать тебя здесь. Только поторопись, уже темнеет. Итак, нам нужно отправиться с вами в кабинет директора и сделать звонок. Я, честно говоря, не помню, где он точно был. По-моему, на первом этаже, да? Ого! Да у нас начались глюки! Во-первых, я не могу здесь спуститься и... Не могу никуда пройти. Вот и пошли ужасы. Охренеть! Боже, как мне нравится эта игра. Его шаги отдавались мягким эхом, вызывая нарастающую тревогу. Реальность ускользала. Время же оставалось неподвижным. В горле встал комок. Пустота начала поглощать меня. Боже, охер... Охренеть! Это просто какой-то психоделик. Господи. Как это круто! Мы подвешены вниз головой? А-а-а! Почему? Что произошло? Кажется, он не дышит. Он... Он мертв? Но как? Он только что ведь был в порядке. Боже мой, я только тебя встретила. Скажи, что это просто дурной сон. Так, Рей, сделай глубокий вдох. На сцене лежит блокнот. Это дневник Вея. Я видела, как он просматривал его до этого. Может быть, там будут подсказки о том, что тут произошло? Что же тут происходит? Что это за кошмар? Боже мой. Стихотворение с предсказанием из храма. Законы вселенной используй, чтобы колесо повернуть и скрытый путь обнаружить. Это улика, кстати говоря. Улика. Это... Это подсказка. Повернуть скрытый путь. Короче, мы должны повернуть какое-то колесо, чтобы обнаружить с вами скрытый путь. Так, с ним мы... Я могу... Не выйдет. Я хотел повесить на его шею, но... Так, мы можем с ним что-то сделать, но у нас с вами ничего нет. Боже мой. Так, свечка. Мне стоит взять эту свечку с собой. Она осветит мне путь. Осветит. Хорошо, отлично, мы теперь видим. Тут ничего нет. О, я узнаю эту куртку. Она принадлежит мистеру Гао. Так, тут что-то есть? Да. Заметка книжный клуб. Записка с обсуждением. Эй, я слышал, учителя открыли клуб для студентов и читают запрещенную литературу. Серьезно? Я думал, что книжный клуб для учебы. Мертвая мышь. Неудивительно, что тут такой противный запах. Ясно. Раньше я восхищалась знаменосцами. Думал, что работы круче не придумать. Теперь я хочу просто оставить все позади. Ведро заполнено мусором. Так, ну и здесь вроде бы ничего. Хорошо, по крайней мере мы с вами нашли какую-то... ...очень странную заметку. О, господи. Как же чудовищно стрёмно это выглядит. Откуда здесь эта могила? Надгробные надписи стерлись. Знаменитое священное древо этой горы. Сейчас оно выглядит жутковато. Не то слово жутковато. Я бы сказал, стрёмно. Когда это построили? Это святилище. Здесь поклоняются божествам. Я не узнаю ни одного из них, кроме бога земли. Ага. Что это возле курильницы? Курильницы, да, вроде бы. Ключ от октного зала мы получили. Под ключом лежит записка. Что это? Встреча с непрекаянным. Рисунок встречи с непрекаянным. Непрекаянным. Господи. Найдено святилище. Похоже, это страница из детской книжки. Не пугайся, если столкнёшься с непрекаянным. Просто задержи дыхание и быстренько иди прочь. Это подсказка. Мы будем встречать какого-то непрекаянного. Тропа вниз исчезла. Так, хорошо. У нас есть ключ от октного зала. Нам это явно пригодится. Ой-ой-ой! Вот он! Правой кнопкой мышки мы задерживаем дыхание, друзья. Он пожирал что-то! Да, и удержать дыхание до бесконечности мы с вами тоже не можем. А может быть мимо... Просто мимо него пройти так? Не от него, а мимо него. Главное... Не дышать. Охренеть! Так, он за мной не идёт. О боже! Мне не хватило дыхания. Охренеть! Так, ладно, идём дальше. Так, стоп. А я могу забраться... Ну вот на эту... Нет. Мы не можем забраться, нет. На сцену мы подняться с вами никак не можем. Я хочу проснуться от этого кошмара. Дверь заперта. Так, да, у нас есть ключ. Как знал прям, что надо идти налево. Этот ключ должен подойти. Опа, вот и звонит телефон. Этот механизм... Это механизм, управляющий дверью. Я не знакома с его устройством. Я могу пораниться. Вся дверь заколочена. Целый год мы постоянно таскали вещи из этого кабинета туда-сюда. Неприятные воспоминания. Погодите, сейчас войдём сюда. Что это? Эссе, которое я написала на втором году обучения. Когда они в последний раз обновляли эту сводку? Так, и здесь какой-то странный замок. Странный кодовый замок. Его не открыть, пока я не пойму, как читать эти странные символы. Да, действительно, мы не знаем, как читать эти символы. Но будем иметь в виду. Комната мистера Гао. Что это на двери? Похоже, кто-то нарисовал на двери кучу даосских символов. Это странно. Она не заперта, но я не могу её открыть. Кулоном как-нибудь? Не получится. Так, понятно, нам нужно что-то. Может быть, стереть эти символы? Или какой-то ритуал? Я не знаю. Одинокий нарцисс. Хотя мы почти окончили обучение, мы ничего не знаем о нашем директоре. Как будто он приходит в школу в маске. Нарциссы умирают, неужели никто не заботится о них? А вот тут открыто. Кто может звонить в такое время? Может быть, я смогу призвать... позвать на помощь? Шкаф, заставленный книгами об истории лидерства в войне. Если я правильно помню, директор школы тоже ветеран войны. Вэй говорил, что хотел связаться с городскими. Может быть, они пытаются перезвонить? Алло, это ученица старшей школы Гринвуд. Тут погиб человек, пожалуйста. Пришлите помощь. Алло, меня кто-нибудь слышит? Фан, я жду тебя в кабинете психолога. Что? Кто это? Что, черт возьми, происходит? Кто это был? Откуда он узнал мое имя? Кабинет психолога на третьем этаже. Ёп! Блин. Это алтарь для молитвы. Сохранить прогресс? Опа! И здесь тоже точки сохранения есть такие. Есть автосохранение. И есть еще точки сохранения между этими автосохранениями. Да. Вы чувствуете благословение. О, боже мой. Картотека, разве она не должна быть заперта? Список наблюдаемых. Для чего он? Папка оказалась пустой. Давайте сохранимся после того, как изучили это. Друзья, наверное, на сегодня мы закончим прохождение этой игры. Пишите ваши эмоции. По-моему, игра охренительно классная. Мне очень, очень нравится. Атмосфера неприятная. Просто жесть. Короче, лайк, лайк, лайк. Лично от меня. Надеюсь на ваши лайки под этим роликом. Простите. Надеюсь на лайки под этим роликом от вас. Пишите комментарии. С вами был Сергей Халли. Ни хворайте, не болейте, как я. Все ссылки в описании под видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok